Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурий. Иван, здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Первая планерка губернатора. Задачи поставлены. Здесь будет детский сад. Новый год. Начинаем с подготовки строительной площадки. Первым жителем Анапы, родившимся в новогоднюю ночь, стал Артем Стамбальян. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел сегодня в режиме видеоселектора расширенное планерное совещание. Эта первая планерка обозначила основные направления работы органов исполнительной власти региона. Был определен ряд основных направлений, по которым предстоит жить и развиваться Кубани в этом году и на десятилетие вперед. Первая планерка губернатора была насыщенной и обозначила четкие задачи. Сразу должно быть понимание, как отличный итог этой задачи, это, конечно, улучшение качества жизни населения. Все, вроде других итогов и других целей я не вижу. Вот тачи стоят, планки подняты, цель на дна. Улучшение качества жизни населения. Прозвучало, что уже в феврале 2017-го бюджет Краснодарского края будет скорректирован с учетом нужд социальной сферы. Средства в первую очередь должны пойти на социальную сферу, где, по мнению губернатора, недопустим даже намек на дефицит. Одной из задач, которая стоит перед ведомствами социального блока, является сохранение ремонта домов культуры, особенно на селе. Еще одна важная тема – использовать для развития социальной сферы механизм государственно-частного партнерства. Приоритетным направлением работы Краснодарского края в новом году остается строительство школ, детских садов и поликлиник, акцентировал глава региона на этом внимание. Он также подчеркнул, что беспокоит жителей Кубани. Решение задачи жительского хозяйства – это оказаться жизнью. Это невозможно. Никогда невозможно. Нормальная, человеческая, комфортная жизнь. Внедрение принципа «от поля к прилавку», в которой должны пройти продукты местных производителей, поддержка фермерства, малых форм хозяйствования – вот задача, которая стоит перед сельским хозяйством. Глава региона подчеркнул, что курортная отрасль – одна из приоритетных в крае в минувшем году. Она получила заметный рост, но качество сервиса необходимо поднимать. В год экологии под самым пристальным вниманием должны оказаться особо охраняемые природные территории. Развитие спорта – еще один приоритет. Малобюджетные спорткомплексы привлекут к занятиям массовым спортом еще больше жителей региона. Работать по всем этим направлениям необходимо уже сегодня. Времени на раскачку нет, убежден Вениамин Кондратьев. По итогам краевого совещания ряд задач перед своими заместителями поставил и глава города Сергей Сергеев. По каждому направлению, уважаемые коллеги, мы должны провести соответствующее совещание, где наметить план мероприятий по реализации. Указания будем так рассматривать. Губернатор. Экспертной комиссией в феврале 2015 года здание детского сада номер 2 «Орленок» на улице Крымской было признано аварийным. Воспитанников тогда распределили по другим детским садам города. Преимущественно там волшебная страна, где для детей созданы все условия по коррекции зрения. В начале декабря 2016 года на уровне края было принято решение о сносе здания. Новый 2017 год начатся сноса старого аварийного здания и расчистки площадки под строительство нового детского сада. Замечательный старт взял новый 2017. На главной городской улице начат демонтаж аварийного здания детского сада «Орленок». Здесь будет построено новое профильное дошкольное учреждение. Глава города в первый свой рабочий день после новогодних каникул приехал посмотреть, как организованы работы. Сергей Сергеев прокомментировал, почему подготовительный документальный этап был таким непростым. Долго готовились, не было комиссии в Краснодаре по разрешению на снос, потому что объект социальный и край согласовывает на разрешение на снос. Администрация края. В декабре состоялась, 28-го я подписал распоряжение о сносе. Сергей Сергеев потребовал, чтобы даже снося старое, ко всему на будущей стройплощадке был хозяйский подход. У нас есть проект, детский сад этот был на 60 мест специального типа. Здесь проводили коррекцию зрения детишкам, у которых зрение с рождения не очень хорошее. Он таким же профильным и останется. Мы купим новое оборудование сюда, все остальное. И детский сад у нас будет увеличено количество с 60 до 80. Уже новый, на 80 мест. Ну, я думаю, он будет украшением в центре. Сегодня глава города поручил своему заместителю Людмиле Мурашовой составить пошаговый план работ, чтобы все шло согласно срокам. По срокам 25 января мы получаем, должны, во всяком случае, получить заключение государственной экспертизы на наш проект. И, ну, сколько там, неделя, и разрешение на строительство. Будет готова площадка, начнем. Безусловно, очень хочется, чтобы таких событий было больше. Это будет наш четвертый детский сад. Я же говорил когда-то, если по одному детскому саду в год я буду строить, я буду считать, что нормально получается. Первым жителем Анапы, родившимся в новогоднюю ночь, стал Артем Стамбальян из «Хутра Рассвет». Его мама Стелла, как и все, готовилась встречать Новый год, накрыла стол, но этот праздник ей пришлось встретить в родильном доме Анапы. Сейчас молодая мама с малышом уже дома, а многочисленные родственники принимают поздравления. В семье Стамбальян никто и не мог представить, что именно новогодняя ночь принесет такой сюрприз. По всем прогнозам врачей, Стелла должна была стать мамой после Нового года. Она вообще была назначена на 6 января. У нас подготовка шла по уходу к Новому году, но под вечер почему-то в 10 часов мне уже надо было ехать в роддом. Приехали в роддом в 10 вечера, в 12 меня уже повели в родпалату. И там уже полтора часа, по часу 30 я уже родила Артема. Артем – первый ребенок в молодой семье. Родился настоящим богатырем. Вес 3,260, рост 51 сантиметр. Счастливый отец ни на секунду не отходит от сына. Ведь сбылась мечта – родился желанный наследник, настоящий продолжатель рода. Владислав уже знает, как будет воспитывать своего сына. Хочу подать какой-нибудь спорт, посмотреть, что бы проявил характер, а в какой вид спорта он уже сам решит. Потому что не будем настаивать, уже сам пусть определяется. А потом уже ждем чемпиона. А почему именно спорт? Вы сам как-то связываете? Сам, футболист, как бы, уже к этой отрасли поближе. У меня вся семья любые футболисты. Основными советчиками и наставниками у молодых – это бабушка и прабабушка, которые не выпускают Артема из рук. Валентина Стамбальян уже воспиталась у внуков, а первый правнук стал настоящим продолжением истории. Ведь имя Артем ему выбрали не случайно. Артем у нас наследственное имя. Потому что у нас был дедушка, он воевал в Великой Отечественной войне, погиб. И как бы, чтобы это имя осталось напоминающее, как наше родство, продолжение его назвали Артемом. Очень красивое, нам нравится. И сын, и внук рад, и сыновья, и все дети, и внуки, и бабушки, и прабабушки. Очень хорошая семья, и Стелла хорошая мама. Такая она ответственная. Владислав тоже очень ответственный. Они очень ждали этого ребенка, хотелось. Им, конечно, рассчитывали на Рождество. Но спасибо Богу, наверное, первое января – это вообще самый идеальный праздник. И самый такой подарок на Новый год – это как символ продолжения счастливого года. Маму и сына уже посетил участковый терапевт. Состояние мамы и малыша – отличное. Теперь молодая мама с нетерпением ждет открытия сельской амбулатории в хуторе «Рассвет». Ведь наблюдение за новорожденным будет проходить именно в этом новом лечебном пункте. А пока счастливые родственники принимают поздравления со всех уголков страны. Начало первой рабочей недели наступившего года в Анапе выдалось снежным. Вчерашний вечер на курорте стал особенно щедрым на осадке. Все службы города были готовы к снегопаду. Уже ночью начались работы по оперативному устранению последствий. Мы столкнулись с явлениями кубанской зимы, которые характеризуются своими перепадами температур. Если еще позавчера, 7 числа, температура воздуха была 16-18 градусов на отдельных участках, то сейчас она близко к нуля на отдельных участках до минус одного. Еще со второй половины дня, вчерашнего дня, у нас начались изменяться погодные условия резко. Пошел снег, и еще до поступления штурмовых предупреждений практически все коммунальные службы были подняты для ликвидации возможных последствий. На данный момент мы имеем следующее, что все федеральные и краевые трассы затруднений по проезду не имеют. Температура воздуха, как я сказала, близко к нулю, выпадение сильной осадков. Наиболее пострадали это сосны, деревья хвойных пород. Есть порядка 10 обломов больших веток в городе и порядка 12-14 на Пионерском проспекте. На федеральных и краевых трассах в границах муниципального образования работают 20 единиц техники. В городе работают 14 единиц. В ликвидации последствий задействованы более 100 человек. Аварийных ситуаций, связанных с обрывом силовых проводов, на данный момент нет. Уже в ближайшие сутки температура воздуха вновь перейдет в плюсовые отметки, что может повлечь за собой явление паводковой ситуации. Сейчас нас одно беспокоит, это то, что прогнозируются высокие плюсовые температуры. Вместе с этим будут проявляться паводковые явления. Ко всем мы готовы, объезд уже осуществляется, также осуществляется средствами технического контроля. Ситуация контролируемая, я думаю, что с этой ситуацией мы справимся. Работы по очистке территории от снега продолжаются. Управление гражданской обороны и защиты населения призывает руководителей предприятий и организаций также активно включиться в процесс очистки тротуаров и пешеходных зон, крыльцы ступеней зданий от снега и наледи. Не забывайте посыпать пешеходные дорожки и тротуары противогололедными средствами. Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций вы можете обратиться по телефону оперативных служб города, указанному на экране. Главная ночь года подарила напчанам и гостям курорта традиционный праздник на театральной площади. Чтобы стать зрителем шоу-программы «Самый русский Новый год» и встретить 2017-й под открытым небом, у Центра культуры Родины, как всегда, собрались сотни горожан. И у артистов работа в новогоднюю ночь традиция. Приятно чувствовать себя полноправным участником мероприятия, в котором общие мысли, мечты и слова. Известными новогодними хитами радовали ансамбли «Гармония Орфея», «Зорница», «Росы», солисты Марии Свиридовой, Юрий Цыганок, Кристина Калачева, фолк-группа «Родония». После трансляции новогоднего обращения президента России Владимира Путина и боя курантов на сцене появились приглашенные артисты. Группа «Музыкальный квартал» и танцевальное шоу «Макси Дэнс». Одними из главных героев стали Дед Мороз и Снегурочка. Настоящим подарком в первую ночь 2017 года для анапчан и гостей курорта стал праздничный салют. Новогодние ночи и первые недели наступившего года в Анапе прошли в штатном режиме без чрезвычайных происшествий. По информации Анапского отдела Федеральной противопожарной службы, за первую неделю наступившего года произошло 5 пожаров, 3 из них по причине короткого замыкания. Пожаров и загорания в результате применения пиротехнических изделий в новогодние праздники не зарегистрировано. А по поступившей информации Анапского отдела ГИБДД, за 10 дней новогодних каникул на территории муниципального образования города-курорт Анапы зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. В обоих случаях предварительная причина происшествия – превышение скорости. Новогоднюю ярмарку у Центра культуры Родины продлили до 15 января. Такое решение принято по просьбам жителей и гостей города. Открыли ее 20 декабря. За это время на ярмарке побывало более 19 тысяч человек. Свою продукцию здесь представили 11 предприятий из Краснодара, Тимошевска, а также анапские предприниматели. Ассортимент достаточно широк – от новогодней атрибутики, рукоделия до кондитерских изделий и продукции анапских виноделов. Особенностями этого года стало размещение на площади детских аттракционов и единое световое оформление ярмарки, что позволило значительно продлить часы работы. 5 тысяч рублей для пенсионеров. В Пенсионном фонде России сообщили, что эта единовременная выплата будет произведена с 13 по 28 января. Кому положено и как можно будет получить компенсацию, мы узнали в Анапском отделении Пенсионного фонда. С 1 февраля 2016 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4%. При инфляции за 2015 год – 12,9%. В этой связи правительством Российской Федерации принято решение произвести компенсацию за оставшийся период 2016 года в форме единовременной выплаты. Размер единовременной выплаты в 5 тысяч рублей примерно соответствует среднему размеру выплаты, которые могли бы получить пенсионеры при второй индексации. Выплата будет произведена пенсионерам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2016 года. Выплаты будут осуществляться на основании документов, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Поэтому приходить в Пенсионный фонд и подавать соответствующие заявления не нужно. Доставка единовременной выплаты через отделение почтовой связи начнется с 13 января 2017 года. Если пенсионер получает две пенсии, например, военный пенсионер, одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять Пенсионный фонд России. Успешного Нового года желает Анапчанам наш генеральный партнер производственного предприятия «Меркурий-2», которое приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.